Сегодня я проснулся, умылся и, выглянув в окно, не поверил тому, что увидел. Протер глаза, посмотрел еще раз, и действительно, на улице была зима. Решил проверить телефон, вдруг что-то не так. Но там было то же самое, гугл показывал, что сейчас 29 марта, минус 2, но ощущается как минус 7. Что-то он мне недоговаривает, подумал я. Так, более реалистично было бы, если он мне написал, 29 марта, ощущается как 25 декабря. Да и будильник тоже звонит в 9, ощущается как 7 утра. Ну да ладно, нужно было раньше ложиться. Но сейчас не об этом, а о том, что на улице зима, весной зима. У меня появилась странная идея пойти прогуляться в эту турбу. Поэтому я оделся, взял с собой собачек и мы вышли на улицу. А там уже была настоящая зима. Висели сосульки, все было заметено снегом. Вдоль дорог уже лежали сугробы, после того, как техника экстренно чистила улицы. Дворники чистили дорожки, а пешеходы с трудом пробирались сквозь снег, закрывая лица от непереставающего падать снега. Я не ожидал, что именно так должен закончиться март. Потому что буквально еще вчера снега вообще не было. Текли ручейки и светило весеннее солнышко. Мы с псами, если так можно назвать этих милашек, с трудом пробирались сквозь еще не очищенные тропинки и дорожки. Но потом решили пойти все-таки там, где снег хотя бы немного был убран и было что-то типа тропинки. Я решил, что нам все нипочем, и поэтому мы пойдем гулять не куда-нибудь, а в парк. Ведь так интереснее, не правда ли? Все было белым-бело, да еще и не слабо так мило. Вообще меня такая погода очень удивила, потому что уже все растаяло. Начала чувствоваться весна, практически апрель наступил в конце концов. А тут на тебе снег, сугробы и метели. Какое тут весеннее настроение. Теперь хочется ставить елку, кататься на санках и готовиться к Новому году и Рождеству. Наступила настоящая зима. Кстати, пока я шел среди заснеженных деревьев, я понял, на что это было похоже. Мне это напомнило фильм Хроники Нарнии, где главные герои тоже из летнего особняка попали в зимний лес в самом начале. Кстати, в лесу ветра было меньше, так что захотелось углубиться дальше. Собаки весело бегали и прыгали в снегу, так что все было хорошо. Хотя снега действительно было много и он был достаточно глубокий. Если хотите оценить, насколько нас замело, вот посмотрите, какой уровень снега был на упавшем дереве. Впечатляет, да? Прям не то слово. Иногда собаки не понимали, куда мы идем, останавливались и смотрели на меня, потому что некоторые тропинки были вообще не видны, и я шел по памяти, ориентируясь на воспоминания из летних прогулок. Кстати, некоторые моменты выдавали, что эта зима не настоящая, и совсем недавно была весна. Наполненные талым снегом лужи и канавы все еще не замерзли и стояли желтыми, всем своим видом показывая, что они еще там, в весеннем лесу, и не понимают, почему здесь появился снег, откуда ни возьмись. В лесу было тихо, почти никого не было. Падал снег, а мы шли все дальше и дальше, изредка пытаясь не провалиться в ручейки, которые тоже еще не замерзли, но были прикрыты снегом, как ловушка на мамонта. Небо было все в снеговых тучах, поэтому света было не очень много. Вот так мы шли по заснеженному лесопарку, часто гуськом, так как тропинка была достаточно узенькая, а из-под ног постоянно летели снежные брызги, потому что несмотря на то, что дорожка была почищена, снег быстро заметал ее снова, не жалея труд тех, кто ее чистил. Чтобы немного согреться, я предложил стаю устроить небольшую пробежку. Все радостно восприняли это предложение, и мы побежали. Каждый бежал в своем темпе. Кто-то как заяц, весело задирая задние ноги, кто-то трусцой, пытаясь не сильно вспотеть, ну а кто-то просто старался не сильно отставать от всех остальных. Иногда бегуны переходили обратно на шаг, а иногда веселились, перепрыгивая разные препятствия. В общем, было весело. Природа была сказочная. Если бы неделю назад мне кто-то сказал, что сегодня я буду гулять по зимнему лесу, я бы не поверил. Но вот как бывает, кто бы мог подумать, что в этом году будет такая аномальная весна. Но не все было так радужно. В этот момент произошла небольшая трагедия. Я обнаружил, что у меня пропала одна штучка для моей камеры. Что-то типа небольшого трипода. Нигде ее не мог найти. Видимо, я ее положил в карман куртки, и она выпала, когда мы бежали. Я был огорчен. Потому что это была хорошая вещь, и потерять ее было бы очень обидно. Но я решил не расстраиваться, попытать удачу и найти пропажу. Мы пошли в обратную сторону. Я попросил собак тоже искать. Они это умеют. К тому же потеряшка пахнет мной. Так что отыскать ее, я думаю, для них труда не составит. Мы смотрели и нюхали, нюхали и смотрели. Правда, иногда кто-то отлынивал, но зато все остальные работали, не покладая рук. И вот ура! Пропажа нашлась! Мне в зубах принесли мой аксессуар для камеры. Я был доволен. Песики тоже. Конечно же, я всех отблагодарил, и каждый получил по заветному кусочку сосиски. Все закончилось хорошо. Можно гулять дальше. Лес не пересовал удивлять своей красотой. И пока мы бродили по зимней сказке, нашли еще одно место, которое напомнило, что это всего лишь небольшая шутка природы. И на самом деле сейчас весна. Это был водопад. Звук падающей воды был слышен еще издалека. Этот звук как нельзя лучше мог напомнить весеннюю погоду, когда все тает и текут ручьи. Мы немного задержались на этом месте, чтобы насладиться им. Правда, не все могли усидеть на одном месте, поэтому вскоре мы двинулись дальше. Было принято решение пойти вдоль небольшой речки Канавки, которая текла из этого водопада. Немного вниз по течению мы встретили небольшую стаю уток, которая полуплавала, полуходила по неокрепшему льду. Естественно, вся четырехлапая часть стаи решила устроить охоту на дичь. А то как же? Вернемся домой и без добычи? Конечно же, утки были в безопасности, потому что охотничий азарт. Это, конечно, весело, но лезть в воду в такую погоду никому не хотелось. В общем, я даже не ожидал, что весной, вот сейчас в конце марта, можно будет вот так вот здорово провести время, потому что обычно сейчас все тает, слякать, и вроде как и солнышко, и тепло, но недостаточно тепло, но и недостаточно еще наступило лето. А тут прям вообще настоящая зима. Чтобы как-то отвлечь собачек, я предложил им поиграть в игрушки, которые взял с собой. Так как общего мнения у них нет, какая игрушка самая лучшая, то я взял сразу две. Вначале мы поиграли в мяч. Я бросал мяч, собаки его приносили. Я бросал мяч снова, и они радостно бежали за ним, чтобы опять принести его обратно. Затем я достал тянучку. Ее нужно было тянуть и перетягивать. Так мы провели еще несколько минут. Но спустя некоторое время активность у всех поубавилась. Видимо им стало уже холодновато. Да и я сам тоже подзамерз. Так что мы двинулись в обратный путь. Зашли мы достаточно далеко, так что возвращаться было не очень быстро. Мы шли по лесу, переходя через живописные мостики, и встречая кормушки для птиц. Кстати, интересно было понаблюдать за птицами. На белом снегу они хорошо выделялись. Так что было интересно. Ну вот мы вышли из парка, а снег все шел и шел. Я был уже весь заснеженный, а ветер все крепчал и крепчал. И хоть прогулка была действительно замечательная, сейчас у меня было только одно желание. Поскорее вернуться домой и заварить теплый чай.